Что вы делаете, Мартиросян Алье? Расскажите. Это административный протокол. По поводу. Разрушение общественного порядка. У вас есть аудио, фото, видео доказательства? У меня есть свидетель. Какой один? Вот этот? Да. Который понятой, который врет? Вы про него говорите? Как тебя зовут? Представься. Понятой. Или свидетель, или кто ты там? Да. Как вас зовут? Боли, пожалуйста, сделай. Мартиросян, это вы? Сколько я в дежурке? В отместку за то, что я написал на вас заявление? О привлечении вас к уголовной ответственности? Собой в стороне. Принейте у меня заявление на данженном движении о том, что он давал подложные показания, подписывая ваш протокол. Вот данный гражданин, который здесь находится. Спасибо, я вам за дежурно. Необязательно говорю. Задерживаете? Какое там административное наказание за дачу ложных показаний? Вы предупреждали его по какой статье? Ну что вы, мантерсян, молчите? Давайте, что-нибудь говорите. Так вы задерживаете меня, да? По поводу? Достаточно показаний одного человека, который заинтересован? А? Да. Что, и сейчас и по такому поводу можно задерживать? Да. Тоже давайте, он тоже матерился, пишите на него тоже заявление хочу дать. Сотрудник полиции Марты Росян. Данный гражданин тоже матерился при меня, нарушал общественный порядок, а также участвовал в противоправных действиях. Примите у меня заявление. Слышите меня? Вы отказываетесь принять встречное заявление? А что вы ему говорите, что у него ничего не будет-то? Вы его покрываете? Я не могу. А? У вас, наверное, со сверху что-то такое. Вы же покрываете его, да? Не-не, давайте, он тоже матерился, я тоже свидетелем пойду. Его нарушение общественного порядка. Если я на вас матерился, вы сами сидите. А вы не на меня матерились? А на кого? На других граждан, находящихся на стоянке. Оскорбляли, да? Вот я слышал, вот такие, вот сотрудники стоянки, машины эвакуируют, у моего брата эвакуировали. Эвакуировали. Что вы, не хотите ответить за свои слова? Ну вы там были по поводу того, что брата машину. Ну вот, вы там и говорили, что вот такие сотрудники и выражались на цензурной браздии в отношении всех сотрудников стоянки. Потому что вы там сказали, что это план к объяснению, к данному административному подходу. А почему у вас сотрудник отказывается принять встречное заявление по поводу данного гражданина о том, что он нарушал общественный порядок? Ну давайте составлять, если вы говорите, что здесь снимать запрещено. В чем проблема? Вы сотрудникам не дадите для составления административного заявления. Снимать запрещено. Давайте, составляйте прокурору в отношении данного гражданина. Ознакамливайтесь. Примите заявление. Нет, вы сначала примите заявление. Вы ознакамливайтесь для начала с протоколом в отношении вас. Да. Вязников СБ. Ознакамливайтесь с протоколом. То есть с протоколом. А где свидетель Цокулов Олег Викторович? Ознакамливайтесь. Где свидетель Цокулов Олег Викторович? Он отказался. Чего отказался? Ну вычеркните, значит. Он отказался. Чего? Чего? Ага. Ну все. Сейчас, подожди. Ознакамливайтесь. Ознакамливайтесь. Сюда, подойдите. Да я тут сейчас. Я ознакам. Сотрудник дежурной части. Можно ответственного? Сюда подойдите. В протоколе здесь указано два свидетеля, а в данном случае второго свидетеля нету. Здесь явное нарушение общественного порядка. Вызовите, пожалуйста, ответственное из руководства. Ну как скоро он придет? Сотрудник все нарушает законы, нарушает. Сколько еще времени? Вы отказываетесь принять какие-то меры? Прекратить противоправные действия? Да. Вы, как капитан полиции, старший по званию, прекратите противоправные действия лейтенанта полиции. Мартиросян и Р.Е. Проходите к столу. К столу подойдите. Еще раз. Своей рукой делать пометки в оригинале протокола я вам запрещаю. Вы мне не даете дать пояснение по протоколу? Вы это можете потом отдельно излучиться. Вы не даете... Еще раз говорю, вы можете пояснение. Вы отказываетесь от возможности дать пояснению по данным. Я запрещаю. Вы не даете мне подписать протокол? Какие-либо пометки, протоколы, об административном... Вы отказываетесь дать мне протокол на ознакомление? 729. Мартиросян и Р.Е. Вы отказываетесь дать мне протокол? еще раз говорю, еще будет одна такая схема с вашей стороны, еще раз говорю, запрещаю вам делать пометки какие-либо, протоколы об административном правонарушении, будете делать какие-либо пометки, будете привлечены ко второй статье, ко статье 19.3, еще раз говорю. Что это такое? Неповиновение законному принуду сотрудников. Ты меня не привлекал по 19? Привлекал уже. Ну хорошо, нет. Я вам еще раз говорю, кроме этого, я вам запрещаю делать еще какие-либо пометки. Что еще? Еще раз сказал, запрещают делать. Кого запрещают? Сошлись на норму закона. Какие-либо пометки запрещают. На норму законодательства сошлитесь. А дальше будем разбираться. Да не плютись меня своей слюной. Еще раз говорю, дальше будем разбираться. Отойдите на безопасное расстояние, не плютись слюной. Закамливайтесь. Откуда вы знаете, работаю я или не работаю? Я вам запрещаю делать какие-либо пометки в административном... Вы что нападаете? Сотрудник полиции, вы почему нападаете? Я еще раз вам говорю, запрещаю вам делать. Третий раз после этого я составляю протокол по 19-ти. Ну, составляйте. Составлю. Что вы мне запрещаете? Вы мне запрещаете в протоколе делать замечания или что? Я запрещаю пометки вам делать. Какие пометки? Которые вы делаете своей рукой. Пометки о том, что вы неверно написали, где я работаю и не работаю. Скажите мне, я поставлю, где вы работаете. А вы у меня спрашивали до этого? Вы мне ознакомляетесь сейчас с протоколом, правильно? Запрещаю вам делать какие-либо пометки. До этого вы мне разъяснили мои права, предусмотренные статьей 24.2, 25.1 Куарапарев и статьей Конституции. Я уже пишу, не ознакомлен. Руку убери отсюда. Ты что? Руку убери отсюда, протокол. Успокойся, Бэй. Бэй. Помогите, Бэй. Протокол основает. Нет. Протокол основает. Руку основает. Бэй, запусти. Протокол оставь тебе, Бэй. Помогите. И что вы стоите-то? Забуду, не стою. Руку убери. Успокойся. Бэй, капец. Матом еще раз будем не ругать.